Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Евгений Романов. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. В КФУ развивают проект, который поможет сохранить генетические ресурсы птиц. В КФУ прошел 12-й семинар молодых корееведов. В университетской клинике КФУ проводится новый вид диагностики сердца. Ректор Казанского федерального университета принял участие в расширенном заседании попечительского совета инвестиционно-венчурного фонда Республики Татарстан, которое проходило в рамках 15-го республиканского конкурса 50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан. Данное мероприятие прошло 17 декабря на площадке Казанского гостинично-развлекательного комплекса Корстан под председательством президента Республики Татарстан Рустама Миниханова. А теперь к следующим новостям. Ученые КФУ занимаются развитием проекта, который поможет сохранить генетические ресурсы птиц, находящиеся под угрозой вымирания. Более подробно смотрите далее. Ученые Казанского федерального университета совместно с коллегами из Японии и Таиланда реализуют совместный проект, который нацелен на сохранение генетических ресурсов птиц, находящихся под угрозой вымирания. Проект отправили на участие в конкурсе для получения гранта и выиграли, получив поддержку консорциума «Научное и инновационное пространство Восточной Азии» и Российского фонда фундаментальных исследований. Мы же ученые, и нам интересно, как так называемые, высокоимпактные исследования. То есть это исследования, которые дают нам преимущество в плане науки, где у нас есть хороший задел или оригинальный материал. И так получается, что здесь мы оказались самыми универсальными. Мы казанцы, потому что у нас есть аппаратура и навыки, которые способны анализировать от микробов до человека. То есть мы здесь универсальны. А вот коллеги наши из Японии, они как раз специализируются, вся лаборатория специализируется на развитии птиц. И это то, что они могут делать очень хорошо. И главное, это крайне благодарный объект. Потому что задача, которая поставлена, сохранять разнообразие и получить новые репродуктивные технологии через генерацию этих клеток плюропатентных, она в мире не решена. И кажется, есть вот эта платформа, где, объединив усилия, можно сделать такой очень интересный прорыв. Это актуальная, нерешенная проблема науки. Исследования ведутся в различных лабораториях мира. Но до сих пор нет стабильного протокола. Объединение усилий казанских ученых с коллегами из Японии и Таиланда помогут ускорить процесс исследования. Таиланд в этой схеме не наименее технологически развитый в плане этих омиксных, например, технологий клеточных. Да, вот чисто потому, что это реальность жизни. Но у них крайне важная функция работы с биоматериалом. Потому что этих уникальных птиц нет нигде, кроме вот как у них. Японский коллектив имеет уникальные навыки работы с клетками птиц. Этого никто не может. А мы, честно говоря, самые заменяемые, но самые универсалы. То есть мы биоинформатики и омиксные технологии. Работа коллектива взаимодополняющая. Японские коллеги разрабатывают видоспецифичные методы программирования клеток. Коллектив из Таиланда получает клетки редких видов птиц. А коллектив Казанского университета проводит анализ активности генома в процессе перепрограммирования клеток, а также изучает генетическую регуляцию спячки эмбрионов. Генетическая основа вот этой эмбриональной спячки. То есть у птиц вот эта особенность, когда их можно сказать, ну-ка спите, температуру понизил, там эмбрион развиваться перестал. Беременность не за 9 месяцев, а за 27, без плохого влияния. Вот этот вопрос, он вообще открыт. То есть птица — это модель. И даже курица, вот эти павлины и курицы — это просто очень удобная модель. А знание того, как можно температурой сказать геному «ну-ка, замолчи», это знание, которое нужно всей науке, в общем-то, всему миру. В отличие от других теплокровных видов, такие скачки температуру не оказывают вредного влияния на эмбрионы птиц. И поэтому получение знания помогут оптимизировать подходы к долгосрочному хранению половых клеток. Лилия Талипова, Универньюс. В Институте международных отношений Казанского федерального университета прошел 12-й международный научно-практический семинар молодых корееведов. Подробнее в нашем выпуске. 12-я международно-научно-практическая конференция открыла свои двери студентам Института международных отношений. Главным вопросом обсуждения стали настоящее и будущее российского корееведения, история, культура, политика и литература Кореи, корейское общество и внешние связи. Мы проводим семинар, в котором хотим дать возможность проявить себя молодым корееведам, в том числе студентам, магистрантам, чтобы они представили свои работы для дальнейшей публикации в научных журналах. Цель проведения мероприятия – укрепление интереса корейской культуре среди студентов, изучающих корейский язык, расширение границ понимания культуры и литературы Кореи, а также политической и экономической сферы корейского общества, улучшение навыков, владение языком. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универньюз. Казанский федеральный университет вошел в число победителей конкурса, проводимого Министерством науки и высшего образования Российской Федерации. Университет получит 10 миллионов рублей на реализацию образовательной программы. Более подробно смотри далее. Казанский федеральный университет стал одним из победителей конкурса среди региональных университетов России с целью разработки передовых образовательных программ высшего образования совместно с российскими университетами, входящими в топ-200 предметных глобальных рейтингов. Мы выиграли, я считаю, потому что, по большому счету, мы готовились к этому достаточно давно. Это связано с тем, что Казанский университет, геометрия, это важный, так сказать, предмет для Казанского университета. И, в общем, давно уже было руководством университета, это, кстати, выдвинута мысль, что да, надо что-то такое сделать. И когда вот объявили этот тендер, ну, собственно говоря, это было специально, мы не знали об этом ничего, но фактически это вот для нас было самым тем, что нужно. Казанский университет выиграл 10 миллионов рублей. Деньги пойдут на реализацию и разработку собственной образовательной программы по направлению математика совместно с Новосибирским национальным исследовательским государственным университетом. Разработку этой программы, что подразумевает написание новых курсов, написание программ, снятие так называемых онлайн-курсов, один из которых будет на русском языке, другой на английском, и всевозможное написание всяких обзоров, связанных с тем, насколько это нужно, полезно, как сделать так, чтобы найти этих магистров из других вузов, чтобы привлечь их к нам. В общем, много всяких проблем, которые мы должны в связи с этой программой решить. Вот на это деньги, собственно говоря, и тратятся. В течение двух лет сотрудники двух университетов будут разрабатывать прототип передовой образовательной программы. По итогу планируется создать образовательную программу по математике, отвечающую запросам реального сектора экономики. Лилия Талибова, Виолетта Басова, Универньюс. В отделении функциональной диагностики университетской клиники КФУ с этого года применяется 12-канальное хольтеровское мониторирование. О том, кому показан такой вид диагностики и как он проводится, смотрите далее в нашем сюжете. В 2019 году в университетской клинике КФУ на смену старым трехканальным появились новые 12-канальные холтеры. Они позволяют непрерывно фиксировать электрокардиограмму на протяжении 24 и более часов на специально регистрирующий аппарат. Основным достоинством 12-канальных регистраторов, в отличие от стандартного трехканального мониторирования, является более достоверная диагностика ишемической болезни сердца. И также мы можем определить нарушение ритма, из какой части сердца, из какой области сердца возникают аритмии. Холтеровское мониторирование проводится путем приклеивания электродов на грудную клетку обследуемого. Электрод смазывается специальным токопроводящим гелем и наклеивается на кожу пациента. Сам монитор, который осуществляет регистрацию, питается от батарей и располагается в специальной сумочке на теле пациента. Во время мониторирования рекомендуется носить свободную, не стесняющую движение одежду из натуральных материалов. Для достоверности результатов следует избегать места с повышенным электромагнитным излучением. Это диагностическая процедура, которая позволяет определить заболевания сердечно-сосудистой системы, в частности такие нарушения ритма, или ишемической болезни сердца, или гипертония. Также холтеровское мониторирование используется для оценки лечения аритмии и для оценки работы электрокардиостимуляторов. Конечно, ношение холтера связано с определенными неудобствами. Во-первых, монитор является электронным устройством, который боится воды, поэтому купаться или принимать душ с ним нельзя. К нему идет шлейф проводов, на концах которых расположены электроды. Это может привнести неудобство во сне и сковывать активные движения. Однако холтер является очень важным для определения такого страшного риска, как внезапная смерть. А также помогает определить и контролировать правильность и эффективность лечения. Камиль Гемоздинов, Фарид Захитоглы, Универ Ньюз. На этом у меня все. Не забывай смотреть нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok